город шимкен 17 сентября едем по делам сейчас проезжаем доехали кольцо военкомата это улица анарова с левой стороны вода вокзал его сейчас ремонтируют посмотрим что там как что меняется вроде бы фасад ремонтируют ну и внутри его делают расширяют поговаривают вроде бы и платформу будут поднимать уже подъезжаем вот здание вокзала вот его не видно вот видно что ничего не видно это тоже анарова улица анарова это что? ух ты! старинные домики вроде как новоделки под старинным 905 что ли года рождения по стройке там написано на нем охраняется государство едем сейчас по грузовому движению депо, текстиль, депо, даже магазин депо называется как наши детки маленькие говорили депо где паровозики спят вот новые школы строят тут не построили она уже работает но в таком стиле сейчас строят новые школы это меланж, да, сейчас будет? мы его уже проехали, нет? да, пооборот сейчас мы МЖК продолжаем ехать район текстиля район фабрики меланж вот она с левой стороны и выезжаем, впереди будет старый автовокзал и улица Володарская да и выедем на Таштракт да, пока Володарского там уже да, она сейчас перейдет потом в Рашидово бывший Таштракт а, ее тоже переделали, а что Таштракт? ну, Рашидов тоже был этот же руководитель же узбекский партийный у нас Кунаев, у них Рашидов друг Кунаева был так что уважение, память о нем назвали это улицу Рашидова да впереди виднеется здание раньше это был базарчик автовокзал сейчас это торговый центр а с правой стороны старый автовокзал и проспект Кунаева и будет старый автовокзал территория старого автовокзала по-моему, он сейчас не функционирует в Родом стоит остановка автовокзал сейчас пробивает Кунаева строятся такие многоэтажки современная явь древнего Шенкента вот это можно красиво так назвать супер многоэтажки небоскребы ну и пробки это действительность наша двадцать первого века вот за этим забором продолжение Кунаева проспект Кунаева будет проходить а вот это здание еще раз повторяю на месте у него раньше была барахолка автовокзал здесь строят подземный переход вот такой вот большой торговый центр даже не знаю как он называется без названия мы в районе магазина Дархан продолжаем ехать дальше с правой стороны с правой стороны двадцать первый микрорайон с левой стороны микрорайон короткий устроены учебные заведения университет так как старый город будут сносить все строительные материалы постепенно переходят какие-то здесь вот на Дархане какие-то на Коктем в общем кому где удобно с правой стороны помните мы здесь были ЖД Тандер кто не видел посмотрите сеть кафе подъезжаем уже к Химфарм впереди будет дорога направо Джангельдина прямо с Дромомом еще расширно с левой стороны ЖД Пути здесь тоже строительные магазины металл техника это седьмой квартал с левой стороны Химфарм у нас в городе такие как места как кластеры где-то все для машин где-то мебельные магазины друг за другом где-то сантехника где-то стройматериалы все разбито и сейчас вот мы едем над туннелем выезд из города вот свинцовая труба короче да видите что там всего лишь одна труба как вы думаете куда делись две другие разобрать одну одну мы даже видели снимали на видео как ее разбирали в инстаграме выставляли не мы, а просто жители кто здесь живет а вот вторую как-то разобрали так незаметно да свинцового завода уже сейчас нет его весь разобрали на его месте собирались делать парк ну что-то как-то кто ничего не делает почему? сейчас там рекультивационная работа и берут все кучи этой шлаковых отходов да шлакового отвала уже почти нет его одна третья сдалась ну вот эту трубу наверное тоже снесет все уберут все рекультивируют потом уже будут да будут парки было бы неплохо да рекреационная зона ну здесь вот тоже по этой улице в основном все по строительству по сварке что-то для автомобилей ремонт и так далее ну а мы приехали почти да мы уже приехали по делам мужа что-то он для работы ему нужны какие-то железки ну а я решила приятно и полезно для гостей твоего канала расскажи какой у нас был знаменитый завод свинцовый всемирно известный ну это уже следующее следующее ну да ну все мы приехали дальше поедем буду снимать дальше плакать через два часа ну все муж сделал свои дела купил железки едем обратно по этой же улице оказывается улица Громова сейчас из Исмаилова вот и был такой подписчик писал о том чтобы мы съездили на Чапаевку как раз сейчас у нас там есть тоже кое-какие дела и мы сейчас как раз таки туда поедем поедем конечно всю Чапаевку мы объезжать не будем показывать но то куда мы поедем посмотрите это в район Чапаевки будет может быть что-то вам будет знакомо может быть эти места тоже будут для вас полезны чтобы вы увидите по этим улицам может быть тоже выходили ну а так пишите комментируйте куда еще съездить что еще показать пишите в комментариях продолжаем наше мини-путешествие как всегда я люблю говорить когда проезжаем мимо железнодорожных путей хоть по какой-нибудь полюс проехал но не судьба сегодня но ничего страшного поворачиваем на проспект Республики сейчас будем проезжать в туннели через туннель это район Колоса на право улица Молдогулова прямо Республика с левой стороны это Колос Базар сейчас он вот так выглядит Базар тебе, да? да, Базар он же был да, да не в коем случае вот это улица Гагарина ну мы поворачиваем снова на Республику и проедем через туннель до Чапаевки вот еще раз это Колос Базар сейчас он выглядит вот так сейчас он выглядит вот так сейчас он выглядит вот так это южные ворота, да? да это выезд из города в сторону Ташкента в сторону чердары Сарагача Абая но сейчас, чтобы попасть на улицу Тамбову раньше можно было вот здесь где светофор повернуть налево сейчас это сделать невозможно можно нужно проехать под мостом развернуться и только тогда мы попадем на ту сторону продолжаем ехать дальше вот чтобы попасть на Тамбовую можно вот сделать такой круг но вот муж сейчас говорит что благодаря этому пробок сейчас совсем нет в туннеле практически не стало пробок раньше туннель всегда стоял и вот мы сделали круг и доезжаем теперь уже с этой стороны вот река Бадам набережная и спокойно поворачиваем на улицу Дамбовая с левой стороны Хинфарм с правой стороны река Бадам а за рекой это район Забадам сейчас так и называется ну а мы, я напомню, едем в сторону Чапаевки сейчас этот район называется Гонтустык Гонтустык время будет в принципе у меня еще полчаса время так что можем покататься поколесить по Чапаевке и у тебя будет уже готовый материал показывай показывай смотри как дамбу сделали ну да, дамбу надо как-нибудь мы тоже все собирать когда-то дамба это была настоящая дамба это была просто узкая дорожка запылённая и обрыв в реку сейчас ее все сделали широкая двухполосная дорога справа такая тополёвая аллея ведь Бадам отделит бетон там внизу эти прогулочные всякие дороги как набережная да, прогулочные дорожки люди вечерами там и катаются там с детьми и прочее ну и мы показывали уже здесь выход будет в общем стараемся проспекта Таукихой проспекта Кунаева объездное кольцо и вот оно тоже будет сюда выходить то что вот мы в старом городе ой да, в старом городе автовокзале то что снимали вот будет она выходить сюда да и опоясывать весь город будет меньше пробок но пока она строится пробки не заканчиваются вот как раз с левой стороны это вот выезд Кунаева выходит вот сюда там на текстиль получается вот сюда сейчас увидим на Забадам уходит туда на Сауле уже продолжение вот Кунаева дальше будут еще пробивать но это упирается все там будут сносить дома это немножко проблематично погода стоит замечательная не жарко, не холодно комфортная наша Чемкенская осень утром прохладно в обед жарко хорошая дорога закончилась телефон сразу начал трястись ну вот показываем вот езжаем вот езжаем да обращаем внимание сразу да мусорка непочищенная конечно этого в нашем городе еще полно таких проблем как нечищенная мусорка не сделанная дорога тем более на его окраина такой и является Чапаевка с юго-восточной стороны окраины нашего города но можно устраивать потихоньку конечно не осталось ни одной грейдерной дороги на Чапаевке все асфальтировано даже самые мелкие улочки вот сейчас мы заедем самые мелкие улочки асфальтированы везде проводится централизованная канализация все-таки город мегаполис ну пока что проблем да еще очень и очень много мы стараемся все улочки все асфальт везде асфальт в каждую улочку асфальтирован асфальтирован тут много чапаевских джигитов со сорванными грушителями гоняет так сейчас бывшая улица Кржижановского центральная улица Чапаевки садик дальше базарчик слева школа дальше церковь да церковь отремонтировали церковь не отремонтировали а построили новый храм а это новый? конечно рядом маленькая сейчас мы все подъедем увидеть очень красивая такая внутри она такая маленькая уютная но очень красивая давно что-то в моем на моем канале не было церквей сейчас будем напоминаю что мы находимся это Чапаевка город Шимкент а вы на канале Татьяна из Казахстана вот улица вот школа имени Гагарина не помню как она номер какой уже отстроена по-новому все отремонтировано детки учатся в новый храм архистратига Михаила он новый отстроен сейчас мы к нему подъедем такой вот красивый нам наши я не знаю на сбор пожертвований или это городские власти или кто ну вот такой большая церковь построена новая ну а рядом с ней вот маленькая старая прям смотрится прям малипусенькая совсем вот она это здание старая церкви маленькая церковь все так сейчас давайте доедем до конечной так выезжаем опять на Крыжановского бывшую справа будет базарчик вот она сейчас называется Камысты Камышовая то есть справа он базарчик и выход туда на дамбу ну а мы давайте налево поедем до конечной кем поедем поедем кем Самые мелкие улочки Все везде заасфальтировано Абсолютно И везде лежат колодцы Везде проведена канализация Стала ли жизнь лучше людей Не знаю Но то, что канализацию провели И все асфальтировали Это точно Это круто Ну и цена недвижимости здесь сразу возросла Естественно Благо цивилизации Вот это конечная Да, это конечная Вот улица Полина Осипенко Самая маленькая Тоже все асфальтировано Да, да все асфальтированы Мало то, что асфальтированы И все освещены Везде вот есть фонари Вот конечная Магазин конечный Вот здесь вот справа На улице живет на пенсии Мой тренер Когда занимался Григориймской борьбой Большой ему привет Вот Ну дальше будет Старт дом Это тоже Достопримечательность Чапаевки Чапаевки Все таксисты знают Куда На Чапаевке Если говоришь Стартом Все знают Вот это этот Дом инвалидов Дом престарелых инвалидов Областной Вот, да, да, да То есть дом престарелых Он находится отдельно А если престарелый человек Еще инвалид То вот Его определяют сюда Вот А сейчас мы выезжаем На мясокомбинат Вот На право дорога идет Через мост В Забадам И дальше на Чапаевское кладбище А налево была дорога На мясокомбинат Сейчас видите Она закрыта Идет ее рез Ремонт Да, идет ремонт Реставрация Развернемся надо Дальше она выходила На гормолозавод Мясокомбинат И Коротюбинка Как-нибудь проедем Как отремонтируют Пока возвращаемся Назад на Чапаев Улица Ташкентская Улица Лермонтова Вот он Стар дом слева Так Дом престарелых А именно инвалидов Да, да Дом престарелых инвалидов Но все знают Вот как бы Ну это как бы Ну это как бы На слухурзе Да, все говорят Даже таксистов скажут Чапаевку Куда тебе На старт дом Все знают Да, да Это дом престарелых инвалидов Да Ну Как бы Народное название Уже прижившееся Старт дом Вот это улица Сорок лет октября Сороколетка Мы сейчас по ней Возвращаемся До самого туда До начала Чапаевки Воров Улица Да, улица Воровская На Чапаевке Очень много жили Автомобилистов И вот сейчас Даже видно Почти в каждом доме Крупно-тоннажные Стоят фуры Камазы Всевозможные Автотранспортные средства Грузовые И прочее Автосервис Вот здесь Тоже с советских времен Автоваз Запчасти Так оно и осталось Просто уже Частное Конечно Без штатива трясет Да? Ладно Сегодня не думала Что буду снимать И не взяла штатив А трясись Штатив моя рука Так что извиняюсь Если немножко трясется Ну что не сделаешь Ради подписчиков Да Продолжай Вот такой Дуб большой Магазин называется У Дуба Да Магазин интересный И Дуб есть И магазин У Дуба есть Да Такой милый райончик Если бы не соседство Конечно С промышленными Гигантами Воздух был бы Почище Специфика Это нашего города Тяжелая промышленность Была Да Ну мы разворачиваемся Нет еще А прям Ну вот сейчас Направо мы Проедем до Железнодорожных переездов До гидролизного Это уже выход Из Чапаевки В город В сторону военкомата Обратно мы поехали Мы сняли Мы вот так В этой поле А Вот Там тоже мост же Отремонтирован Да Первая остановка От мечети От мечети Да Запах Специфический Первый Жаль не передает Переезд Конечно здесь Я могу развернуться назад Но здесь разворачиваться На железнодорожном переезде Нельзя Поэтому нам надо будет Проехать дальше И там развернуться Вот это уже На гидролизный пути Дальше Там Дальше И уже будет выход На На Ленгерский мост Ну развернув Вот Со стороны Гидролизного Да Развернулись И опять Со стороны Гидролизного Это улица Воровского Бывшая Слева Сорокалетка Вот Теперь здесь Светофор Раньше было Здесь просто Главное Направо Направо Будет С этого Светофора Дамба Прямо Будет Тут улица Нижняя Чапаевка Ну а нам Нужен Майя Крыжановство Садик Справа Сразу Прошу прощения Если я что-то Некорректно Говорю Я Некоренной Житель Чапаевки Поэтому Как бы Кто-то Меня может Поправить Пишите В комментариях Что мы Некорректно С супругой Говорим Пожалуйста Поправляйте Местные Жители Старожилы Или Бывшие Жители Что-то Мы не так Если сказали Ну вот Все Полное Кольцо Дали Вокруг Пожалуйста Надеюсь Что вам Это видео Было Полезно Приятно Его смотреть Ставьте Лайки Комментируйте Подписывайтесь Делитесь Этим Видео Со Своими Друзьями Ну На этом Наверное Будем Прощаться Всего Доброго До новых Встреч Субтитры Субтитры Субтитры